Сколько тебе лет и где ты родился? Мне 83 года, я родился в Романе, на севере Румынии, в 1930-м. Переехал в Израиль? Да, в 1982 году. Скажи, ты пережил катастрофу для евреев? Да, конечно, я был в гетто. Вся моя семья погибла в очень известном погроме. Какая твоя специальность всей твоей жизни? Всю свою жизнь я работал доктором, специалистом в области гематологии, специалист в области изучения крови, а также еще две врачебные специальности. Специалист в области биотехнологии и микробиологии. И ты всю жизнь проработал в Румынии? В каком возрасте ты приехал в Израиль? Я прибыл в Израиль в 52 года. Ты работал по специальности в Израиле? Конечно, я работал по своей специальности. Я работал в городе Цфат. В той же специальности? Да, но также я работал в Хайфе, в известном на весь мир университете Технеон, как профессор по генной инженерии. И к концу пенсии я уже работал в очень известной фармацевтической компании Dexon. В каком возрасте ты вышел на пенсию? 65. Ну а теперь я хотел бы спросить о самом главном вопросе. Когда ты начал быть вегетарианцем? Какие причины побудили тебя быть вегетарианцем? Первое начало я в 30-летнем возрасте. По истории, в то время, будучи уже врачом, все мы изучали истории культуры с начала века. В то время еще не были придуманы сульфамиды и антибиотики. В то время воспаления лечились серумом, серой и антисерой. Антистафилококи, антистриптококи. В то время медицинским терроризмом являлась переизбыток серы в организме. Я начал замечать и подозревать, что это может быть. Я начал изучать статистику об этом. Франция на самом высоком уровне по болезни... О какой болезни вы говорите? Это когда человек не переносит аллергическую реакцию на продукты. Или аллергия на прививки. Люди переносили анафилактические шоки и умирали. И в основном это были французы. Я начал искать, что особенного во французах. И догадался. Французы едят конину. В то время французы в основном ели лошадей. Потом я начал догадываться, что прививку, которую использовали в это время во Франции, изготавливают из конины. Как это делают? Вкалывают человеку дозу стафилококков, бактерий. И, разумеется, в небольшой дозе прививка вызывала небольшое воспаление, поднимая неотропин. При этом добавляя еще дозу той же прививки. И еще одну, чтобы стабилизировать и скоординировать эффект от прививки. Чтобы хорошие бактерии воевали с плохими бактериями. Лошадям вкалывали эту прививку. Через некоторое время вытягивали шприцом обратно. И в последующем вкалывали людям. Так что я подумал? Что люди, которые употребляют мясо лошадей, у людей проявляется аллергическая ответная реакция на лошадиные прививки. После этого я понял, что то же самое происходит и со свиньями, тоже с бараниной и со всеми остальными животными. Человеческая реакция организма сопротивляется любому виду мяса, любого животного. Но есть такие противоядия, но есть такие прививки, которые называются противолошадиные, противосвининные или противоговяжие. В наших человеческих организмах есть много общих клеток. Так бактерии этих животных, попадая в наш организм, начинают воевать с нашими бактериями за место в организме. Я начал искать доказательства этого. И нашел доказательства. Доказательство состоит в том, что чужие бактерии животных, находясь в организме человека, с возрастом человека, плодятся и размножаются. И уже к пенсионному возрасту они начинают ударять конкретно по нашему здоровью, разрушая наш человеческий организм. Напомни, в каком году ты стал вегетарианцем? В 60-х. Пойми, наш организм организует ответную реакцию на чужие организмы внутри нас. И до сегодняшнего дня ты не ешь мясо? Нет.